Мы находимся на объекте нашего партнера, компании Талон Хом. Они нас пригласили, как паркетчиков, чтобы сделать предварительные замеры того, что сейчас здесь имеется, касаемо полов, естественно. Значит, первые самые, входя на объект, мы, естественно, проверяем влажность, влажность в помещении, используя обычный влагомер профессиональный. Можешь посмотреть на цифры, какие мы сейчас тут имеем. Влажность в районе 50% на уровне роста. Мы в бане находимся, да? Нет, почему? Это как бы нормально на самом деле. Просто дело в том, что температура здесь очень большая, больше 30 градусов, поэтому ощущение парилки есть. Если бы при такой же влажности температура была бы 20, было бы очень комфортно нам всем тут находиться. Стяжки тут пока что еще нет, есть монолитная плита, но мы, как бы, на примере ее покажем, какие замеры мы производим именно для будущих паркетных работ, выкладки паркетных материалов. Соответственно, влажность стяжки измеряется. В данном случае это монолитная плита, да. 1,7%, то есть мы полностью уверены, что плита у нас высохла до нужных показателей. Максимальный показатель у нас 2%, допустимый. Значит, второй этап измерения – это измерение прочности стяжки. Ну, в данном случае будем плиту мерить просто, чтобы показать. Прочность нажатия меряется молотком Шмидта, склерометром, иначе называем. У нас обычный механический. И смотрим показатель. 35 мегапаскалей. Это очень хорошая прочность. То есть приблизительно это соответствует классу бетону B22,5. Можно, кстати, ради интереса монолит промерить стены. Здесь уже ближе к 50. Блоки. Ну, тут очень мало. Все, все плохо. Ну, как бы на них, наверное, и не нужно, чтобы было 15 мегапаскалей. Значит, следующий замер прочности на отрыв, то есть на разрушение. Мы его делаем таким относительно неразрушающим способом, то есть мы без засверливания, да, то есть клеится специальный пятачок, он имеет определенную площадь 10 квадратных сантиметров. И мы должны получить проходное значение. Все, прибор готов. И даем плавную нагрузку. И смотрим, на каком моменте у нас произойдет отрыв. Ну, либо не произойдет отрыв. Проходное значение у нас единица, то есть вот где сейчас первый ноль стоит, там должна быть единица. 0,8. Видно, что отрыв произошел не по клеевому шву, а именно по телу самой плиты на значении 0,8 кН. То есть у нас сейчас задача на объекте, поскольку у нас нет здесь стяжки, да, показать просто сам принцип измерения, а не качество бетонной плиты там и всех других вот этих параметров. Когда квартира без отделки, мы проверяем, сколько нам дается застройщикам на толщину стяжки. Чтобы потом обустроить стяжку, нам необходимо заранее знать ее толщину. Чтобы не пользоваться домороченными методами, есть специальный бошевский уровень для пола. Когда вот лучики вместе, соответственно, да, они, значит, это получается ноль. Когда лучики начинают разбегаться, мы тем самым понимаем, какой у стяжки перекос в ту или иную сторону. Есть чистовой шаблон, а мы сейчас для измерения толщины стяжки, сколько нам застройщик оставил на эту стяжку, пользуемся, соответственно, измерительной линейкой. Вот здесь посмотришь, вот видно перекрестие этого прибора. Вот видишь, Мария, вот я ставлю здесь ее, посмотри, и видишь, вот перекрестие. Вот перекрестие, оно позволяет мне сказать, что на стяжку, допустим, нам оставлено в данном случае застройщиком там 19,5 сантиметров. Для чего нам это важно знать? Нам важно знать, что у всех полоскостей, которые выполняют строители, там штукатурка или наливной пол, есть определенный прочностные характеристики. И мы должны этим самым понимать, сколько нам застройщик оставил на эту стяжку, какую мы можем себе позволить звукоизоляцию сделать, звуковиброизоляцию, какую мы должны правильно почитать, выбрать и почитать материал для обустройства стяжки. Вот теперь мы знаем, что есть 19,5 сантиметров. А проверяю, вот видите, здесь уровень разбежался в разные стороны. Вот если мы его выравниваем, опять одна, и вот мы его включаем. И мы можем оценить при разбеге, соответственно, взять шаблон, либо я уже знаю на глаз, какой перепад будет еще у пола. То есть не бегать с замороченными приборами или там чем-то еще, а прям здраво сразу оценить. Вот видите, допустим, пошел разбег. Вот он, допустим, да. Я могу его либо оценить, вот сейчас допустим, либо в плюс, либо в минус. Это в минус. То есть есть, допустим, я и так знаю, что это сантиметр-полтора, но есть у этого устройства свой родной шаблончик, который позволяет, мы в основном этот шаблон используем на уже чистовых материалах. Этот шаблон позволяет понять, насколько качественно выполнена плоскость стяжки. То есть мы один из лучей ставим первый луч, соответственно, по нулевой рейке. Вот тут минус 1,4 миллиметра перепад стяжки. Он бывает как в минус, так и в плюс. В данном случае он в минус от мест расположения измерительного устройства. И вот запуская его по кругу, мы можем сделать карту перекосов всех уголов помещения, что очень удобно, технологично, на большие расстояния. Есть специализированные очки, которые позволяют также это оценить. Если вдруг луч хуже видно, соответственно, мы можем поставить его в другое место этот прибор. В любое другое. Вот видишь, если от того нуля опять разбег большой. То есть мы снова берем и корректируем расположение луча. Я правильно понимаю, что один раз установить ноль, он его запоминает, а дальше корректируя его, ты можешь... Ну, он запоминает его условно. Прибор в точке, где ты его установил, он должен быть отрегулирован механически. Либо ты берешь его как за константу, допустим, в одном месте первая точка ты ее выровнял, а потом, переставляя его и включая, соответственно, круговое маркирование, ты можешь понимать с помощью шаблона, насколько перепад пола по всей квартире и его геометрию. Допустим, где провисание стяжки, где, наоборот, поднимание стяжки. Это тоже необходимо для того, чтобы правильно рассчитать черновые материалы. Все же их считают, пытаются посчитать заранее, для предсказания затрат финансовых. И в данном случае этот прибор очень сильно помогает, удобно сделать. Вот, допустим, здесь был ноль, а вот он пошел разбег. Если мы ставим, допустим, да, тут разбег будет достигать по стяжке, я прошу прощения, два с половиной сантиметра. То есть мы должны понимать, что эта точка, вот эта точка выше этой точки, два с половиной сантиметра. То есть, когда мы рассчитываем по площадям, по комнатам объем необходимой стяжки материалов, мы можем это заранее прочитать, не вписывать в счет предварительный клиенту лишние финансовые деньги, тем самым не пугая его или не заставляя клиента это деньги как-то бронировать под эти материалы. Ну, и так нагрузки большие финансовые при ремонте заказчики испытывают, правильно ведь? Зачем деньги зря морозить? Ну, вот у нас с собой есть, помимо того, что уровень есть в айфоне, есть уровень цифровой электронной стабилы. Если кому-то надо что-то померить претензионной точностью, с перепадами до сотых миллиметров. Вот, потом мы, соответственно, опять же измеряем перепады по стенам, углы обычные, построитель бошевский, ничего такого нету. Сейчас плохо видно, можно одеть очки, будет видно лучше. Часто стены мы убираем, часто оставляем стены нетронутыми. Можно оценить их визуально ровность. Если нужно более точно, можно поставить треногу, которая позволяет выставить прибор более точно. Опять же, мы меряем, когда застройщик, допустим, приводит какие-то свои заполняющие материалы условно-бетоном несущим основанием, можно оценить перепад, насколько он правильно сделан. Ну, вот здесь, допустим, он сделан нормально. Вот так мы проверяем все стены по кругу. Проблема этой квартиры в том, что все окна закрыты герметично. Нет притока свежего воздуха, никакого нового. Не свежего, но как бы нового воздуха нет. Это устройство называется анеометр. Это устройство позволяет оценить объем в метрах кубических, либо там других единицах. Соответственно, чтобы понять, насколько хорошо работает в квартире притоксичная втяжная вентиляция. Там с естественными побуждениями она бывает. Бывает с принудительным побуждением разное. Вот в этой квартире, несмотря на то, что здесь сейчас жуткая влажность и очень некомфортно, я даже знаю почему. Когда мы здесь были в прошлый раз, работали батареи отопления и воздух подсушился. Когда мы здесь были в первый раз, когда мы ее принимали от застройщика. А сейчас отопление не работает. Влажность условно выровнялась плавно до влажности, которая находится на улице. И, соответственно, на улице сейчас влажность процентов, наверное, 87. Но и здесь тоже самое. А притока свежего воздуха нет. Поэтому солнце нагревает помещение и тут получается просто парник. Поэтому все логично. Тепловизор хоть маленький, но очень удобный. Отражается то же самое, что и большие. Вставляется в айфон и позволяет абсолютно все так же понять. В первую очередь, я так понимаю, это для отопления? Для проверки отопления. Тепловизор подходит для многих вещей. Ну, во-первых, проверка, насколько там герметично сделаны ограждающие конструкции. Насколько герметично и качественно отделен тепловой контур здания от холодного контура. Но, опять же, как работает отопление в подотчетный период. Но, опять же, он позволяет очень удобно. Когда проверяешь, допустим, электрощиты, где-то контакт не дотянут и греется, плохой контакт. То очень можно в щите быстро понять, насколько, ну, эти вот места, которые нагреваются, очень можно быстро понять, насколько эти места и где они находятся. То есть не просто выискивать, протягивать каждое устройство, а прям быстро подойти, сфотографировать щиток и понять, какой из автоматов греется сильнее или слабее. Запустился в точку раз и можно посмотреть температуру. Ну, косвенно понять, допустим, как сделаны там оконные группы даже сейчас. Конечно, важен перепад на самом деле, чтобы за окном было холодно, здесь там тепло. Тогда можно понять. Но по косвенным признакам можно оценить на самом деле, что вот в данном случае окна примыкания выполнены хорошо, потому что они все равномерно прогреваются. Опять же, с помощью него мы находим скрытый брак в вкладке заполняющих материалов. То есть он очень хорошо показывает все трещины, примыкания, не до замазывания, не до утепления. А насколько хорошее устройство должно быть? Знаешь, в чем дело, у нас есть два варианта принятия квартиры, ну или помещения. Первый вариант для того, чтобы потом подавать в суд. И мы, любой строительный эксперт строительного надзора, может любое помещение в России не принять и может завалить любой ремонт. Как бы хорошо он, вам не казалось, что сделан. Но, допустим, вот видим вкладку блоков. Вот я отсюда вижу, что, допустим, есть недозаполненные швы клеем. И там вот, допустим, было продувание. Вот прям видно даже отсюда. Сейчас это не видно, но если мы наводим туда тепловизор, даже сейчас видно, что некоторые есть различия. Вот они чуть-чуть более холодные, чуть-чуть. Почему? Потому что там есть маленькое поддувание, даже сейчас. И в этом месте все равно температура чуть-чуть, там на полградуса, но ниже всего остального. То есть тепловизор позволяет косвенно оценить очень многие моменты строительства. Вот это набор, минимальный набор, с которым мы выходим на объект. Возможно, для кого-то он кажется даже избыточным, но мы вот выходим именно с ним. Мы можем принять и чистовые квартиры, и черновые квартиры без отделки. Допустим, у нас есть с собой там устройство, которое проверяет там все сделанные выключатели, очередность фаз, наличие фаз, можно проверить срабатывание там дифавтоматов или УЗО, сопротивление там на замыкание выставить, проверить. Это когда у нас есть чистовые работы, происходит проверка. Есть устройство, которое позволяет проверить исправность телевизионных кабелей, компьютерных кабелей, их длину, правильность там перепиновки контактов и всего остального. Также мы проверяем, что-то можем сделать какие-то скрытые полости, если кому-то надо, какие-то конструкции там под гипсокартоном. Это анеометр, это прибор измерения влажности. Бетон, древесина стандартный. Но он еще у нас этот маленький карман, а есть еще такой большой с двумя щупами. Он позволяет там оценить и качество бетона, там какой класс бетона залит, если из трещины понять, насколько трещина глубокая или неглубокая, является она конструктивным недостатком или просто мелочь какая-то. Мы измеряем всегда дозиметром все строительные материалы, используемые в квартире. Потому что у нас был, например, в Миллениум парке очень неприятный случай при строительстве дома. То есть мы проверяем бетон, кирпичи и все остальное всегда, чтобы человек был спокоен. Я так что время появился, не взял с собой там ни двухметровый уровень, ни двухметровый там пробилы речные, которые мы проверяем, там перепады стен, их ровность и все остальное. Не взял с собой треногу, потому что в этой квартире уже был, я уже проверял все диалогы, дом выставлен. Просто нам вот в этой квартире эти данные не нужны, потому что мы знаем, что отделка, которая потом будет происходить, она слегка перекрывает имеющиеся недочеты. То есть по нашей классификации в этой квартире мы в процессе того, как мы начнем делать ремонтно-отделочные работы, мы исправим все. Вот все те недочеты, которые оставил здесь застройщик, усредненный недочет, или даже, может, строительный брак, мы там, допустим, швы сами расшивать, делать гидроизоляцию, примыкания защищать. Мы это все сами защитим, потому что плакатщик не собирается застройщиком, судится, какие-то там компенсации получать. Ему тут просто не надо его. Делать нормально, в паркере въехать и вложение денег или жевание мы сам решили. Вот, поэтому мы в данном случае будем делать минимальный набор всего этого.